Disney и Marvel Studios, конечно же, не единственные компании, которые сместили свои графики премьеры съемок в период пандемии коронавируса, но перед ними стоит намного более сложная задача из-за взаимосвязанной истории киновселенной Марвел. Такие фильмы, как Не время умирать и Чудо-женщина 1984, можно спокойно передвинуть на любую дату, а вот Disney зависит от всех проектов киновселенной Марвел, которые должны идти в строгой очередности, чтобы сохранить целостность всеобъемлющей истории, которая связывает все фильмы и сериалы. Таким образом, плохие, но предсказуемые новости были выпущены Диснеем 3 апреля. Давайте по порядку. Как вы уже знаете, в середине марта 2020 года появилась новость о том, что съемки Сокола и Зимнего Солдата в Праге были приостановлены из-за правительственных мер предосторожности, направленных на пресечение распространения коронавируса. Затем, когда стало ясно, что кинотеатры в ближайшее время не откроются, Disney был вынужден изменить даты выхода своих крупнейших фильмов. Но вот в чем дело – изменения, о которых Мышиный дом объявил 3 апреля, повлияли не только на апрельские и майские фильмы. Изменения волной расходятся до 2022 года. – А не так красиво? – Мир без времени. Киновселенную Марвел ждал каскадный эффект. Весь график премьер был разработан, чтобы избежать серьезной конкуренции в прокате. Если студия выпускает два мощных фильма в одни и те же выходные, они рискуют задавить друг друга, снизив продажи билетов. Поэтому, когда один крупнейший фильм откладывается на более поздний срок, это означает перенос последующего крупного фильма. И так далее. Согласно Variety, новый график премьер Disney включает в себя важные изменения для проектов четвертой фазы Marvel – Черная Вдова, Вечный, Шанг-Чи, Легенда Десяти Колец, Доктор Странж в мультивселенной Безумие и четвертый фильм про Тора, Тор, Любовь и Гром. Изменения затронули и другие высокобюджетные семейные фильмы, такие как Индиана Джонс и Круиз по джунглям, хотя перетасовка киновселенной Марвел является наиболее значительным изменением для бесчисленных фанатов. – Друзья, ты в порядке? – Да, я в порядке. Почему? Я не в порядке. Как известно, четвертая фаза киновселенной Марвел начинается с фильма Черная Вдова – приквел истории о супершпионе в исполнении Скарлетт Йоханссон, которая стала Мстителем. Планы студии не изменились, просто фильм переехал с запланированной на 1 мая даты премьеры на 6 ноября 2020 года. Это означает, что четвертая фаза начнется только осенью, сместив все фильмы на полгода. Более того, Черная Вдова теперь заняла место последующего фильма четвертой фазы, Вечные. Очевидно, что Disney и Marvel не собираются выпускать два фильма в один и тот же день, поэтому Вечным пришлось переехать на 12 февраля 2021 года, в тот день, когда планировалась премьера Шанг-Чи и Лигни на десяти колец. Перенос Черной Вдовы на следующий зарезервированный слот фильма Marvel вызвал эффект домино, при котором каждый последующий фильм киновселенной занимает дату своего преемника. Шанг-Чи появится в кинотеатрах 7 мая 2021 года, а затем 5 ноября 2021 года последует продолжение фильма Доктор Стрэндж. Disney и Marvel поставили Тора любовь и гром на совершенно новую дату, ранее не указанную в расписании киновселенной, на 18 февраля 2022 года. Пока что Черная Пантера 2 – единственный фильм четвертой фазы, на который не повлияли эти изменения. Второе путешествие в Ваканду все еще запланировано на 6 мая 2022 года. За этим фильмом последует еще одно прямое продолжение, Капитан Марвел 2, который должен появиться в кинотеатрах 8 июля 2022 года. И пускай эти смещения позволят сохранить последовательность истории киновселенной, в некоторых случаях придется ждать на полгода дольше. А как насчет новых мутантов, спросите вы? С ними опять все безумно печально. Фанаты с нетерпением ждут добавления Людей Икс в канон Марвел, особенно после Провального Тёмного Феникса 2019 года. После трехкратной задержки новые мутанты были отложены на неопределенный срок. Вместе с ним пропали даты премьер У Женщины в окне, Оленьих Рогов и Истории Дэвида Копперфильда. Сильнее всего разочаровывает фанатов то, что многие из этих отложенных проектов могут быть законсервированы. Вместо того, чтобы отправить их на стрим-сервис, Disney решил попридержать их в попытке найти хоть какой-то театральный слот. То, как эти изменения могут повлиять на график премьер сериалов на Disney+, не совсем понятно, но мы будем продолжать держать вас в курсе событий по мере развития ситуации. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики, которые вам понравятся, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok